Всем большой привет! Давно не снимала ничего. Давно хотела снять видеоблог, можно так сказать, один день деревенской жизни. И сейчас, как ни странно, хорошее время для того, чтобы это сделать. Живу я в деревне, многие знают это. Работаю я в городе, в цветочном салоне. И так получилось, что на время карантина мы цветочный салон закрыли. То есть месяц я уже сижу дома. Но я не сижу просто так. Я благодарю Бога и своих родителей, что я живу в деревне. И мне не приходится сидеть конкретно в четырех стенах городских, никуда не выходить, не выдвигаться. В общем, в деревне всегда есть работа. У каждого есть животные, хозяйство. Каждый выходит, кормит, работает, двигается. И точно так же и у нас есть. И участок. Очень много работы. Вот честно я вам могу сказать. Весна настала, и работы стало прям очень много. У нас недавно в начале апреля был сильный ураган. Поломало многие заборы. Вставлю, если сохранились видео, вставлю в ролик. Сегодня 7 апреля 2020 года. Погода у нас разбушевалась. Рябину кровали. Ведущие классы. Работы еще больше прибавилось. И, в общем, такая ситуация у нас с карантином. В город, дорогу, ну, не то чтобы закрыли, поставили блокпосты. И ездить в город нужно только по специальным справкам, то есть справкам с работы, либо брать справку по кемате, что ты едешь в город там по каким-то делам, там за продуктами, либо в аптеку. В общем, заморочно это все. В общем, мы сидим. По идее, нам особо ничего не нужно. Как бы все есть. Продукты есть. Лекарства тоже, как ни странно, я еще до карантина накупила. Это как чувствовала, наверное. Ну, в принципе, они, слава богу, тут вы и не понадобились. В общем, сниму небольшой видеоблог, а может и большой даже. Покажу, что я за этот месяц посеяла. Покажу некоторые работы. Да и вообще, наверное, начну снимать вот такого плана ролики, потому что конкретно в один определенный ролик что-то там невозможно снять. В общем, сейчас покажу, что я посеяла в теплице, что у меня, какая у меня есть рассада цветов. Вот так вот на данный момент выглядит моя теплица. Конечно, это все очень, очень страшно. Все надо убирать, уже скоро высаживать надо, потому что уже земля прогрелась, и весна у нас очень теплая. В общем, смотрите. Наверх теплицы я стелю всегда вот такой вот агроспан. Этот агроспан российский. Ему уже, наверное, года три. Очень классный, качественный попался. Для чего его? В первую очередь для того, чтобы не сильные были лучи солнца, потому что слишком греет, поликарбонат сильно нагревается, и тем самым тут жара такая стоит порой под 50 градусов. А так, в принципе, он делает небольшое затенение, и вот эти вот сильные лучи солнца, они не обжигают, получается, листву. И второе его применение, весь конденсат, который собирается сверху, вот этот вот, забираются капельки такие большие, они, естественно, капают, и они капают очень горячие, и тем самым тоже обжигают листву порой растений. Ну, он, в принципе, предохраняет это. У меня здесь растет редисточка небольшая. Плантация. Уже кушаем ее. Сорт называется Аскания. Не жгучая, очень такая мягенькая. Вы знаете, вот для стариков самый раз. Так, дальше посадила я здесь гладиолусы. Это аморилисы. Вот это вот. Их я года три назад посеяла семенами. То есть у меня аморилиза цвел, я его так потрясла, он опылился, эти семечки. Я посеяла семена. И вот эти луковицы у меня растут. Они у меня, в общем, сидели в горшочке. Я их решила в этом году пересадить в теплицу, чтобы они более-менее уже луковицы наросли. Далее, что я в этом году купила. Я купила новые сорта флоксов. Сейчас буду их высаживать. Тут, естественно, перцы, помидоры. Помидоры мне надо... Вот у меня самая первая, наверное, задача за остаток карантина. Это высадить все томаты, потому что томатов я посеяла в этом году очень много. Вот, получается, это первая волна была. Я посеяла в начале апреля. Это было 2 апреля. А вот здесь вот это 13 и 16 апреля. Вот они еще. Томаты. Это вот столько у меня сортов. Я высела в этом году все сорта. Буду выбирать, уже перебирать. Самые лучшие оставлять, а остальные выкидывать. В общем, по цветам. Много цветочков в этом году. Не именно количеством какого-то определенного, а именно разнообразие, так сказать. Циния, астра, сальвия, фиолетовая. Много у меня в этом году. Я черенкую хризантемы, мультифлор. Вот она у меня. Далее, ну, также устома. Это трава, ой, не трава, а для чая душицу я посеяла. Целлозия, по-моему, называется этот цветочек. Тут бархатцы. Душистый табак. Однолетние георгины. Скобиоза, голубая она, как васильки. Это ами. Многолетняя ромашка, не вяник. Так, это левкой. Метельчатый. Ой, не метельчатый, а такой вот он пышный, в общем, растет. Вот гвоздика, ну, и также устома, статица. Так, тут я еще в кассеты подсаживала. А, вот цинерария седая. Тут у меня еще надо рассадить. Ой, забыла, как называется. Помнила название. Агератум. Агератум низкий и агератум высокорослый. Белый и синий. Это пойдет на срезку. Так, тут у меня львиный зев желтенький. Ну, и также тут помидорки. И базилик. Вот у меня еще в этом году очень много чеснока. В общем, у меня вот в этой стороне рос чеснок в том году. И остались бульбочки вот эти вот. Я их, блин, не проконтролировала. Наверное, штуки две выпало. Две или три. И вот они все весной взошли у меня. Вот тоже. Ну, это я в том году, видимо, рассаживала. А вот эти вот бульбочки. Вот их, смотрите, как много. Огромное количество. В общем, надо куда-то его девать. Надо пересаживать. Вот, хоризонтема. Хоризонтема, кстати, очень классно черенкуется. Я вообще не знаю, почему такую порой трагедию делают. Хоризонтему как я черенковала? Ну, естественно, кассета. Просто обломила. Убрала вот эти все листики нижние. И просто повтыкивала. Ничем не накрывала. Единственное, я хорошо ее пролила. Пролила ее. И вот таким вот образом она у меня здесь стояла. И уже, да, вот, как можно проверить, зачеренковалась она или нет. Если хорошо вытаскиваться, то, естественно, нету корешочков там. А вот я дергаю. Она как бы хорошо сидит. Ага, вот это вот. Нет? Вот, смотрите. Какие хорошие корешочки. Вот они. Так. Сейчас пойду высаживать флоксы. Вот наш участочек садовый. Это домик наш. Все еще убирать надо. Банька наша. И сейчас буду садить флоксы. Флоксы я посажу на грядке, где росла клубника. С клубникой, в общем, такая беда. За ней надо следить очень хорошо. За ней надо ухаживать. Вот, честно, до нее, до клубники, вот, просто руки порой не доходят. И вот она у нас растет, вот, как в лесу. Как попало, в общем. Пока что я ее не буду трогать. Осенью уже, надеюсь, руки до нее дойдут. И я ее всю пересажу, переберу. Где какие хорошие кустики оставлю, пересажу. А остальное все, в общем, повыкидывается. В общем, вот такая вот грядочка. Этот флокс, вот этот вот, это прошлогодний я его сюда пересадила. Там у меня еще есть флоксы. Вон они. 5 штук, 5 или 6. И вот эти вот буду садить. Для флоксов нужна почва. Рыхлая, плодородная. Никакой глины, никаких камней, чтобы... Корни, потому что нежные, они располагаются, в основном, вот так вот на поверхности. Поэтому, в общем, надо, чтобы почва была очень такая влагоемкая, плодородная. И сейчас буду делать им небольшую травяную подкормочку. В общем, у меня вот такая вот кастрюлька, в которой я делаю травяной настой. С прошлого года у меня, так сказать, осталась закваска небольшая. Вот такое где-то количество было воды, и вот это вот листва там вот это еще было перегнившее. В общем, я взяла, накидала весной сюда снега, и трава, которая всходила здесь в теплице, я ее сюда все закидывала. И она так быстро начала сразу бродить. И, в общем, получилась вот такая вот бродилочка у меня. На литров 10, наверное. Вообще рекомендую на 10 литров литр вот такой вот бродилки. Ну, я чуть-чуть меньше делаю. У меня вот такая вот кружечка. Старайтесь не пачкать руки, иначе долго этот запах не выйдет. И, наверное, кружки 4-5 сейчас налью туда. И пойду пролью флоксы. Сегодня был дождь, сильно не надо поливать, потому что почва влажная. Сильно увлажнять не надо. Ну, наверное, еще одну. Все, и хватит. Вот так вот высадила. Что с этой клубникой делать, честно, даже и не знаю. Надо ее куда-то высадить. И вот так вот небольшим количеством, по чуть-чуть, можно полить флоксики. Сейчас флоксы полью, и буду делать профилактическую протравку. Яблонь от всевозможных жучков и паучков. Пока еще не начали цвести яблони. Пока опылители нормальные, в общем, насекомые не повылазили. От вредных насекомых надо избавиться. Кстати, в прошлом году зимой у нас осталась хоризонтема в почве. Мы не всю ее выкопали, как часть маточника выкопали, а остальная осталась. И вот, как видите, часть сохранилась хоризонтема. Видимо, за счет того, что зима была, может быть, тепленькая, может, все-таки она и может зимовать. В этом году опять так же попробую. Но, правда, единственная мама ее прикрыла. Она ее прикрывала листьями, по-моему, чем-то, в общем, таким. Маруечка. Красавица наша. Скажи привет. Вот они флоксики. Сорняк тоже надо убирать. Надо, в общем, вот это все поубирать. И сверху, вокруг флоксов, надо перегночика немного подсыпать. А вот это, это многолетний тысячелестник декоративный. Это Рудбекия. Там еще какие-то мамины растут. У нас, кстати, очень много чистотела растет. Он у нас как сорняк. Но мама его что-то там с ним делает, настаивает, что ли, какие-то натирки делает. В общем, я не знаю. Наша дичка. Такая вот огромная ерга у нас растет. Тоже, блин, ее в порядок надо приводить. Она своими корнями завалила весь задний забор. Я в этом году сколько спорила с нашими. Говорю, надо ее выпилить и забор ставить. Ну, реально, в этом году ураган такой прошел, что надо те заборы сначала сделать, на этот забор уж точно в этом году денег не будет. Поэтому пока что ерга у нас как изгородь, изгородь, как забор, в общем, стоит. За травой у нас здесь вот такие вот чудо маленькие растут. Приобрели бролеров, потом говорю. Он уже, орел, взлетел. Скоро уже вылетать будут. Все, а вас на улицу уже надо. Не успела я. Пошел дождик. А, как многие знают, во время дождя, и за 2-3 часа до дождя надо, в общем, про травку делать. В общем, у меня есть вот такой вот инсектицид, алтар. Разводить его надо 5 мг на 10 литров воды. И вот протравливайте деревья, кустарники, всякой тли, всяких листоедок, долгоносиков. В общем, неплохая штука. В общем, знаете, лучше, как говорится, пораньше протравить, чем поздно будет. Пока вот, действительно, сейчас еще яблони не цветут, кустарники не цветут, надо сделать протравку. Ну, я теперь уже буду ждать, пока дождь закончится. По погоде буду смотреть, чтобы не было дождя. И потом буду делать протравку. А сейчас пойду пересаживать лилии. Слушайте, какая классная погода все-таки. Дождик идет такой теплый-теплый. В общем, иду сейчас за перегноем. У нас есть такая золото наше, можно сказать. Такая вот этого года куча навозная, а там дальше уже перегнивший навоз. Вот эта большая куча, вот эта. Туда дальше. И сейчас буду просеивать, потому что здесь в перегное очень много и мусора попадается, всякие шлак, камни. В общем, у меня есть вот такое сито, корыто. И я его просеиваю. Вот наш картофельный огород. Еще вода стоит. Там, на пастбищном участке, где телят, мы держим. Там вообще еще хорошая лужа. А наше озеро уже, уже открылось, уже все, уже растаяло. Надо будет на днях сбегать туда, сходить. Наши слопочки, красота наша. Все, сейчас просею перегной, пойду пересаживать лилии. Там у меня есть небольшой участок лилии, который уже давно надо было пересадить. и потом пойду садить, сеять, точнее, огурцы в теплице. Насеяла перегноя. Думаю, хватит его. Все, пойду. Водичка дождевая. Кстати, вот эта дождевая водичка я тоже поливаю в теплице. Эй, кукля, она у нас недавно ощенилась. Маленький барбусята. Ну-ка, покажи своих деточек. Три штучки. Ой, такие они большие. Она их родила. Такие хорошенькие. Упитанные. Вот теперь надо искать им мам, пап. А то, блин, что ж мы с ними делать-то будем? Столько собак. А вот еще один пес. Эй, дружок, привет. Там сентябрин сестру дала. Тоже надо куда-то его высаживать. Скажи всем привет. Так, сейчас покажу, какие лилии буду пересаживать. В общем, растут у меня здесь вот лилии. Уже на протяжении наверное двух или трех лет. И вот здесь явно им тут не место в первую очередь. Здесь не хватает. Почвы, все маленькое миниатюрное. Я смотрю, что они начали мельчать. В общем, сейчас аккуратненько. Конечно, это надо было осенью сделать, но я думаю, что и сейчас не поздно. Аккуратно сейчас вот это вот выкопаю вот этот участок. Желательно корни не повреждать. И буду туда вот пересаживать. Не думала я, что ее так много выйдет. Прям очень много лилии. Так, сделала вот такую вот канавочку. Насыпала перегной. И сейчас буду аккуратненько отделять каждую луковичку и раскладывать. Мелкие наверное отдельно посажу, а вот которые покрупнее их в одну в одну сторону. Надо расстояние тоже учитывать. Ну, вот так вот примерно. друг от друга. И все потом закопаю. Так, вот первый ряд высадила самые крупные луковицы. И осталась вот такая мелочевка. Ее очень много. Блин, прям очень много. Сейчас буду вот здесь наверное еще сделаю два рядочка. Покрупнее луковицу здесь высажу. А здесь помельче. Юг в той стороне, север там, поэтому сюда сажаю то, что покрупнее, то, что помельче, ближе к югу. Чтобы вот эти большие не затеняли мелочь, и то есть мелочь спокойно могла расти. ну все рассадила всю лилию. Такая огромная грядочка получилась ее. Ой, дождь опять пошел. И собрала всю клубнику, а дам соседке, пускай садит ее, потому что я ее не знаю, куда я ее посажу, да и пока соберусь ее садить точно осень уже будет. Все, иду садить огурцы. Так, буду сеять огурцы с северной стороны, вот здесь это северная теплица, и буду сеять два гибриды, наверное, кураж и изящный. Изящный такой он тоненький, похожий на китайский. О, кстати, хочу показать вам вредного товарища проволоку, яблочник, мирское существо, можно сказать. Ну, вроде бы у меня его уже поменьше становится, я химией не траблю, но сам жук щелком, вот этот, который бегает, может, попадет сейчас он где, покажу вам его. Я, короче, его убиваю, вылавлю его, убиваю, но с этим я тоже так же поступлю, сейчас его разорву просто-то и все. Садить огурцы я буду по два штуки в лунку, вот здесь вот посажу кураж, посредине изящный, там тоже кураж. И со временем я планирую, чтобы этот огурец как лиана плелся у меня вот по верху теплицы. Сюда сетку натяну, в общем, посмотрим, получится или нет. Главное, чтобы он взошел, и чтобы вот этот вот засранец не сожрал сеянцы. забыла сказать, в лунку получается, я насыпаю перегной обязательно и сыплю немного золы древесной. Это вот, я в этом году жгла ветки, смородины, вишни, шиповника, вот я пожгла, у меня такая небольшая кучка образовалась этой золы и буду тоже добавлять везде ее, она лишняя не будет. Так, перемешиваем. Хорошо, можно еще чуть-чуть добавить. Так вот, и буду садить. В общем, у меня в теплице образовалась еще односрочная работа. Вот надо было, скажите мне, вот это вот все делать. В общем, у мамы, ну как у мамы, в общем, у нас есть корм. Чечевичные отходы. И я взяла там немного, небольшое количество этих отходов и повыбирала семена оттуда, то есть саму чечевицу, пшеницу, здесь вот проса, по-моему. Вот это вот, не знаю, что это за растения такие. Мне интересно просто, что за злаки такие. Может, какие-то как сухоцветы будут. Так, это лен, там один только проклюнулся. А это овсюк. Ну овсюк, по-моему, не гожий. В общем, оно все это быстро проклюнулось, буквально за два дня, и надо срочно высевать куда-то их. Наверное, сейчас сначала в кассету высею, а потом уже со временем на улицу как грядочку сделаю, так и буду высевать. Ну, в общем, сама себе работу сделала новую. Так, пошла я за коровами. Дождь идет, блин, гром даже гремит. Такие вот у нас лужи еще стоят. Ой, блин, думала, конечно, побыстрее думала, лужи эти уйдут, но не тут-то было. дождь. Сейчас опять еще воды прибавится. Так, вот это за забором степь, можно сказать, раньше. Раньше, мама говорит, там типа как бы парк был. Там у нас футбольные поля были, какие-то спортивные площадочки. и мама говорит, дикая яблоня, по-моему, росла. Я уже, конечно, этого не помню. 90-е все это развалили быстренько. Ой, они наши коровки. Зоря. Чмой красавица. Все по старшинству. Сначала старшая идет, потом, по-моему, третий год корови или четвертый. И вот первая телочка. Мама там кричит. Наша дробилка, вон, крыша побежала на мотор. Что-то там капнуло, сейчас надо будет накрывать. Да, вон, капает, я вижу. Да-да-да-да. Ну, надо накрыть его сейчас какой-нибудь пленкой, чтобы не залило. Что мы потом делать будем без дробилки. Наши хрюшки. Это красавица пороситься будет, видимо. Да? Чух-чух. Чух-чух-чух. Да, чух-чух. Ой-ой-ой-ой. Сегодня будет пороситься, наверное. Уже все на сносях. Тут еще вон одна Маша сидит. Просят много в общем. Хатает. Еще одна. Это уже большая, старая. Блохастая, блохастая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Маша. Ой, все, легла. Ой, кайфушница. Ты кайфушница? Ой, кайфушница. Завай. Свинство. Ты что, к рукам приучаешь? Не, она уже давно у меня приучена. Да? Да. Да. Дивись, он такой холодный. Ой, мама, не надо с ними обниматься, а? От любительница. Да, 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 да. Она у тебя тоже поросица скоро будет? Да, она дня через три года. Угу. Деревенская жизнь. Бесплатный зоопарк. Нормальный такой дождик пошел прям. там. Уже хотела прощаться со всеми. Моя машинка зальет сейчас. Прям льет, льет. Так, сейчас хочу показать вам георгины, кстати. Вот прям отлично, что сейчас дождь пошел. Мы вытащили из погреба георгины на прорастание. И вот сейчас дождик их намочит. Самое нормальное их потом делить. С осенью не поделили. Надо будет сейчас делить. Все, зашла в дом. Дождик там так и идет. Небольшой. Хочу показать вам мои комнатные растения. Вообще, я не любительница комнатных растений, но во время карантина я почему-то их полюбила. Хочу показать вам вот этот вот замиакулькас или долларовое дерево, как многие его называют. Год назад у нас в салоне оторвался вот этот вот лист от растения. Ну, то есть от основного кустика. И этот лист туда-сюда болтался. В общем, я его забрала домой и воткнула вот просто в горшочек. Почва тут обычная, перегной, обычная садовая, огородная земля. В общем, воткнула я его и, знаете, так, нет-нет, от времени поливала. И вот, наверное, год он у меня вот стоял, вот этот вот лист. Я уже думала, он пропадет. А тут, наверное, недели две назад. Смотрю, он у меня расти начал. Выпустил вот такой вот листочек, вот еще выпустил. В общем, он хорошо укореняется, только единственное, что долго. А так, в принципе, можно и вот так вот его разводить, размножать. Вот такая вот толстяночка у меня есть. Красавица. Вот там, снизу, новые побеги пошли. Сейчас подрастут примерно, ну так, сантиметров пять, я их отщепнула. И пересажу тоже в отдельный. Еще одна толстяночка. Пиларгонии много начеренковала. Ну как, не тысячу, конечно, штука, но начеренковала. Фиалочка есть. Тоже листики у кого-то все... А, по-моему, на работе я отщепнула. Вот такая вот шифлера, по-моему, называется. цветочек. Ну и все, в принципе. А, у меня еще есть кактус, но это потом в следующий раз как-нибудь покажу. А, вот еще какое-то растение. Не знаю, кстати, кто-нибудь знает есть в названии. Напишите, пожалуйста. Мне он очень нравится. Такой вот похожий чем-то на алой. Красивый такой. Он когда разрастается прям такой шапочкой красивый берется. Ну все, друзья, наверное, на этом буду заканчивать. Сейчас буду делать контрольные работы. Я... В общем, я пошла учиться на агрономах. Учусь заочно. И вот мне сейчас выслали задание. Надо будет перед экзаменом сделать контрольные работы. Не знаю, конечно, как экзамены будем сдавать. Первые экзамены я ездила туда, в университет. А вот эти экзамены не знаю даже, как я буду сдавать. Наверное, онлайн будем сдавать. В общем, потихонечку учусь. И надеюсь, что в будущем мне эта профессия понадобится, потому что у меня очень большие планы на эту профессию. И вот в общем, как-то так. В общем, друзья, если понравилось это видео, дайте об этом знать. Буду стараться снимать побольше. Сейчас впереди огромное трудоемкое такое лето. Будет, что показывать, будет, что рассказывать. Скоро грибы пойдут. Грибы наши буду показывать. по хозяйству, если что-то интересует, спрашивайте. У меня мама животновод поотвечает на вопросики. В общем, все, друзья. До новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok